здравствуйте дорогие друзья я очень рад приветствовать вас на очередном выпуске программы forex live talk в студии я ведущий дмитрий кучер и сегодня мы с вами будем говорить про риски для мировой экономики в предыдущих наших передачах мы с вами обсуждали экономические ситуации в крупнейших экономиках мира и было бы вполне логичным что сегодня мы с вами подведем некую такую логическую черту и расскажем про то какие возможные риски для мировой финансовой экономики для мировой финансовой системы ожидают нас ближайшем будущем ну в частности до конца 2015 года я надеюсь что нам в этом поможет разобраться эксперт и аналитик академии фиба групп богдан за русский здравствуйте богдан здравствуйте дмитрий тема у нас достаточно широкая и не хочу очень сильно углубляться в скажем так в детали да но дабы нам четко понимать и нашим зрителям до четко понимать о каких возможных рисках финансовой экономики финансовой системы и мировой экономики мы будем говорить можете в нескольких словах или как бы в основных тезисах сказать чего ожидать с чем может столкнуться мировая финансовая система и мировая экономика в ближайшей перспективе ну как я уже сказал на 4 квартал 15 что касается ближайшей перспективы то я хочу выделить это проблемы китая и следующий момент который является также немаловажным это снижение цен на сырьевые товары вот и собственно говоря этот вопрос достаточно тесно между двумя тему этими моментами взаимосвязан ну и я думаю что мы дальше об этом детально поговорим на этой встрече то есть основным как бы у нас красной нитью в этом сегодняшней нашей передаче пройдет все-таки китай китай и сырье и китай и сырье тогда давайте разделим потому что у нас мы понимаем что мировая финансовая система экономика экономика она состоит как бы из определенных составляющих не можем говорить в целом про мировую экономику да потому что мы понимаем что есть экономика соединенных штатов есть экономика еврозоны и соответственно как как ее основная валюта это евро да и соответственно экономика азии как вы сказали уже про китай это как бы составляющим же азиатского азиатского региона да соответственно есть еще америка и европа давайте тогда вот повод таким вот скажем так основным эшелоном пройдемся дабы понимать что будет с мировой валютой на сузим кругу что будет с мировой валютой чтобы с американским долларом в четвертом картале что на него будет оказывать наибольшее влияние и где можно ожидать вот если в цифрах да уже опять-таки забегая наперед в цифрах где мы можем ожидать американский доллар вот в конце 2015 года что касается доллара сша то ближайшее время можно ожидать некоторое движение в рамках определенного торгового диапазона понятно почему так и дипа в том что представители фрс заявили о том что что они готовы поднять основную процентную ставку уже в сентябре конечно же есть определенные предпосылки для этого роста а поскольку представители фрс говорили о том что они будут внимательно смотреть за динамикой роста экономики сша вот и последнее время отмечается я бы сказал бы даже вполне даже уверенный рост макроэкономических показателей и поэтому не исключено что все-таки фрс все-таки даст уже ближайшее время серьезные сигналы о скором росте также хочу отметить это что то что именно сентябрь может служить также и точкой отсчета к будущей будущему росту основной процентной ставки поскольку все-таки еще могут быть некоторые риски и в частности один из таких рисков как раз находится как раз в азии и на стороне китая именно поднебесная может послужить своеобразным своеобразным барьером для роста основной процентной ставки почему так дело в том что экономика сша тесно связано с экономикой китай это давние партнеры и поэтому поскольку экономика китая замедляется снижается спрос замедляется темпы производства то логично девальвация юаня до девальвация юаник нашумевшие на прошлой неделе а раньше кстати стало известно что что фондовые индексы китай упали практически на 40 процентов то есть это уже серьезные сигналы к тому что можно даже ожидать и некоторое растяжение во времени роста основной процентной ставки то есть в частности как раз от сентября то есть не исключено что от сентября может быть ну или это будет неоднократное повышение процентной ставки со стороны фрс посмотрим посмотрим поскольку фрс дел ориентир именно до конца этого года то есть насколько мы можем судить да то есть о том что китай на сегодняшний день является главным таким вот точнее экономика китая и ситуация экономики является главным риском который вот сегодня может с которой может столкнуться мировая экономика на ближайшее время да да об этом можно говорить поскольку и есть еще есть еще такой момент что инвестиции европы также завязаны еще в экономике китая вот этот момент я тоже хочу отметить поскольку очень многие производители инвестировали и даже принесли некоторое свое производство в частности автомобилей и электроники как раз вот на да она на территории китая поскольку потребление снижается то конечно же логично ожидать что все таки эти долгосрочные вклады которые отмечаются в экономику китая могут даже немножко немножко испортить ситуацию для инвесторов хорошо как быть на счет того что у нас на сегодняшний день очень серьезно снижается цены на энергоресурсы в частности нефть да и мы видим что данная тенденция она как бы даже не показывает каких-то признаков не знаю замедление или восстановление да то есть мы видим что саудовская аравия заявляет о том что для них и 30 долларов это не критическая цифра за баррель и для американских компаний для американских компаний это уже не не настолько скажем так страшная цифра а тем не менее у нас мы понимаем что там большинство скажем так экономика так или иначе завязаны под стоимость барреля нефти как в этой ситуации возьмем например европу что европе делать и тем же не знаю той же азии делать в случае с падением цен на нефть что касается европы то здесь я думаю что европа все-таки может пережить падение стоимости нефти и в какой-то степени падение стоимости нефти может даже немножко даже пойти в пользу поскольку те накладные расходы которые находятся на крупных предприятиях европейских которые связаны с нефтью я считаю что они могут быть уменьшены и таким образом это может сильно повлиять на выручку вот я уверен что до налоговой прибыль может вырасти и в какой-то степени это может стимулировать рост промышленности европы ну скажем так эти перспективы не означает что не могут реализоваться в этом году либо же в следующем году но в целом в рамках долгосрочной перспективы такая ситуация может отметиться поэтому я считаю что вопрос снижения нефти для европы может даже в какой-то степени им оказаться не таким болезненным вот но что касается китая то здесь как раз китай оказался очередным таким себе драйвером для дальнейшего снижения стоимости нефти поскольку китай стал меньше потреблять и существенно да существенно меньше стал потреблять а китай является одним из основных потребителей нефти поэтому запасы растут да а запасы растут кроме того если еще внутренний фактор на рынке нефти это снятие санкций с ирана ожидается ожидается порядка одного миллиона или одного миллиарда баррелей нефти то есть выхода это единицы на на мировой рынок и логично ожидать что появится достаточно большое количество предложений на рынке нефти поэтому этот фактор также может сыграть в пользу дальнейшего снижения стоимости нефти и безусловно снижение нефти и дальнейшее снижение цен на сырьевые товары может может существенно сказаться на странах брикс вот поэтому бразилия россия китай может могут оказаться даже индия и пакистан могут оказаться как раз риска в зоне риска можно ли назвать текущие цены на энергоресурсы в частности нефть исключительно скажем так фундаментальными да то есть я имею ввиду оказывают ли на цен на нефть на сегодняшний день исключительно фундаментальные факторы давления либо же мы понимаем что опять таки что такое цена на не да это цена на фьючерсы то есть это бумажная нефть это не физическая нефта в баррелях соответственно в на физическом рынке да это все-таки физическая нефть и цену на нефть определяют в большинстве своем спекулянты на финансовых рынках то есть можно ли ожидать что в ближайшей какой-то перспективе не знаю там один два три месяца спекулянты все-таки обнаружат тут ту точку минимальную точку на которую они могут заходить уже с по нормальным дешевым ценам и дальше уже толкать сами понятно вопрос этот безусловно присутствует он актуален поскольку спекулятивная составляющая на рынке нефти она присутствует за безусловно это есть от этого никуда не деться но важно еще отметь отметить и то что все-таки фактор ирана может сыграть свою определенную роль может где-то даже и положительную поскольку известно что иран на данный момент не готов выйти с таким большим предложением какой он планирует и многие эксперты говорят о том что иран может готовиться к экспорту полгода а может быть даже и год поэтому если участники рынка поймут что на самом то деле иран может повременить с поставками нефти то не исключено что фьючерсы на нефть могут поползти вверх то есть может быть даже определенный отскок даже с технической точки зрения мы видим что нефть перепродана логично ожидать какой-то отскок даже в рамках спекулятивной торговли спасибо значит идем дальше мы с вами определили что основным главным риском для мировой экономики на сегодняшний день является китай ну соответственно будем смотреть на китай что будет происходить в китае в ближайший день в ближайшей перспективе вернемся в европу у нас есть достаточно проблемный я бы так его назвал регион ну почему проблемы потому что у нас есть проблема греция до которая уже очень длительное время не ходит него не сходит с уст скажем так мировой общественности и есть ряд стран в европе которых которым меньше внимания уделяется на сегодняшний день в силу ряда причин в частности италия и испания да и там еще португалия опять-таки мы говорим про южную европу что можно сказать про эти государства какая ситуация с ними может произойти не повторять ли они судьбу греции да хотя такие уже слухи ходят и уходят такие мнения экспертов о том что италия ближайшее время повторить ту же самую судьбу или же вот как-то разрешится более-менее хорошо для греции вот этот вот текущий кризис дабы ну скажем так немножко сместить вот эти акценты и тем самым исключить возможность кризиса в италии и там португалии испании я скажу даже больше речь об этих рисках шли еще два или три года назад этот вопрос активно обсуждался на европарламенте в частности поднимался этот вопрос но почему-то фокус внимания в действительно согласен с вами был сконцентрирован как раз вот на вопросе греции вот понятно что международный валютный фонд и еврозона все-таки помогает скажем так южным странам европы то есть в частности речь идет о испании португалии италии но я хочу сказать что эта помощь может быть и в какой-то степени быть в рамках медвежьей услуги почему так потому что на протяжении трех-четырех лет отмечается динамика роста долга этих стран она может быть некоторых годах было умеренной и может быть не привлекал к себе такого большого внимания как например греция к себе привлекает но тем не менее наблюдается устойчивая динамика роста и если же если же эти показатели вырастут на некомфортный уровень который в принципе уже нельзя говорить то европа может оказаться под новым ударом и речь и речь будет как раз вот не только греция а италия испания и португалия то есть это то есть эти скажем так эти риски присутствуют я считаю что их отрицать ни в коем случае нельзя а что можно ожидать по вопросу греции ближайший касательно греции я считаю что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт дело в том что те кредиты которые были предоставлены практически месяц назад они были под эгидой новых реформ дело в том что те реформы которые были предприняты раньше на самом деле они не шли с такими ожиданиями европейских стран как хотелось бы то есть они шли более в вялотекущем темпе и не было в какой-то степени не было со стороны правительства греции непопулярных мер то есть они старались какой-то степени найти некоторые да некоторый компромисс между жителями греции и кредиторами в конечном итоге все-таки кредиторы все-таки задают основную скрипку в этом оркестре поэтому в какой-то степени но на двух стульях не усидишь да на двух стульях не усидишь и поэтому несмотря на то что были непопулярные меры мвф и крупные европейские страны все-таки им указали пальцем и сказали что вы должны все-таки принимать определенные меры вы должны реформировать свою экономику иначе вы не получите следующего транша до кредиторов до кредиторов но очень интересная ситуация складывается потому что внутренний долг точнее скажем так мне внешний долга увеличивается не только у греции он увеличивается практически у всех развив развитых стран и на сегодняшний день вот акценты сместились именно в сторону греции ну видимо только по одной причине потому что если греция выходит из состава еврозоны о чем уже неоднократно говорилось это может оказать ну вот скажем так вот этот вот стать вот вот той иглой которая про может проколоть вот этот мыльный пузырь пузырь да который развалится в итоге и лопнет и я так понимаю что европарламент четко дает себе отчет в том что такого допустить просто нельзя если они хотят сохранить еврозону в той структуре в которой они ее собственно создавать они должны предпринять достаточно серьезные меры я бы даже сказал бы что структурные меры нельзя же постоянно идти на уступки маленького государства которое набралось с такого количества кредитов что можно спокойно прокормить два соседних государства условно конечно конечно есть такое то есть можно сказать что деньги уходят в определенную черную дыру вот но и при этом деньги даются под определенные гарантии но обратно под определенное обещание обещание сказал бы потому что греция постоянно обещает что-то выполнить но в итоге не выполняет потому что у них начинаются постоянные соответственно забастовки профсоюзов и так далее и тому подобное сдерживающий фактор для для правительства да можно сказать а в итоге им нужно все равно выполнять обязательства перед кредиторами и вот эти вот эти скажем несостыковки они в итоге привели к тому что греция уже набралась больше 350 миллиардов евро кредитов отдавать она их не собирается и не вернет никогда в жизни этом это все прекрасно понимают потому что просто-напросто у греции нет такого количества денег но такого количества денег нет даже у достаточно крупных развитых стран но для того чтобы их отдать элементарно в чем вот этот парадокс того что проблемы возникают именно в южных стран европейских парадокс действительно он присутствует он есть но на самом деле вопрос лежит в в глубине даже в корне поскольку еще в 2010 году доминик страскан когда он был когда когда он возглавлял международный валютный фонд говорил о том что может начаться новая волна рецессии и эта рецессия будет связана с тем что благодаря эмиссионным деньгам то есть эмиссионным деньгам была определенная прокачка экономик и для того чтобы на некоторое время их восстановить и собственно говоря а когда появляется определенный излишек денежной массы прожать до абсолютно ничем не подкреплена конечно же возникает определенный мыльный пузырь при том глобальный я считаю что доминик страскан десятом году в этом плане оказался прав и его ожидания начинают сбываться потом они стали сбываться еще в прошлом году хорошо как какой выход из этой ситуации если он вообще и выход есть это реформы то есть формы какие-то структурные реформы дабы не привязывать экономику уже настолько к сырью или в чем в чем должны заключаться эти реформы я понимаю мы сейчас говорим про какие-то уже такие знаете достаточно глобальные вещи но тем не менее может быть скажем так прозвучит некое разумное зерно да для того чтобы не не факт что конечно нашу с вами речь услышат там власть имущие которые принимают решения но вопрос действительно достаточно важный этот кризис он показательный он показательный в том плане что скажем так взаимодействие экономик мировых государств настолько тесно что проблемы одного крупного государства тянут ко дну соответственно остальные и вот в чем тогда выход из ситуации не иметь настолько тесного взаимодействия или же вот тем же америкам той же америке до вернуть все производство которое было в китае например вернуть назад обеспечить рабочими местами своих людей таким образом поднимать потому что перенеся производство те же ну мы уже говорили как-то с вами про автомобили да автомобильное производство на перенеся его в назад в америку обеспечив тем самым свое трудоспособное население работой они лишают как бы китайцев соответственно опять-таки работы достаточно большого количества людей это может быть выход из ситуации ну то есть максимально ну не знаю как как это максимально обеспечить работать свое население и дать работу своим пусть это будет снижение потому что почему я так понимаю был перенос в китай потому что там рабочая сила дешевле безусловно да да там дешевле рабочая сила если в китай перенести из китая перенести обратно в америку то придется платить ту заработную плату которая была установлен которая установлена на сегодняшний день среднюю заработную плату которая установлена в америке это для многих автопроизводителей невыгодно и для других производителей невыгодно то есть вот в чем решение не исключено что решение может быть как раз поиска новых рынков сбыта и в том что известно что даже еще восьмом году даже до 2008 года были определенные каналы сбыта то есть сбыта определенной продукции какой-то степени это это право это спровоцировало росту производства новых инвестиций но после 2008 года вся эта взаимосвязь она была разрушена и пока что на данный момент нет серьезных путей для того чтобы многие взаимосвязи обратно вернуть в прежнее русло поэтому если же будет поиск новых рынков сбыта таким образом появятся предпосылки для роста промышленного производства новых инвестиций теперь уже промышленное производство и для производства какого-то нового продукта поэтому не исключено что фактором выхода из этой скажем так глобальной этой проблемы это поиск новых рынков и кстати еще прошлом году африка нет не африка еще прошлом году была такая информация при том на мой взгляд интересно это даже какой-то степени был определенный месседж на на ближайшие года в том что сша и европа хотят создать определенный торгово-экономический союз еще один глобальный союз да в какой-то степени глобальный союз и не исключено что именно это формирование где в рамках этого формирования может быть поиск новых рынков сбыта могут найти то есть могут найтись определенные то есть выходы за определенный выход из ситуации я понимаю что глобализация это вот ситуация которую в принципе нельзя было избежать я думаю что вот если вернуться назад в прошлое там лет 20 назад то все равно как бы вот эта тесная взаимосвязь и соответственно образование неких экономических союзов глобальных на эта ситуация которая вполне логично должна была состояться но на мой взгляд мне кажется что именно глобализация и является той самой проблемой которая на сегодняшний день является причиной вот этих вот рисков и и вот этих кризисов которых с которыми сталкивается мировая экономика ну в силу того что я как я уже сказал проблема 1 1 государства крупного государства соответственно является тем якорем который тянет за собой и остальные то есть вот поэтому здесь очень тонко но нужно возможно какие-то варианты для выхода искать хорошо то есть мы с вами определили уже как бы резюмируя нашу с вами встречу определить что китай у нас на повестке дня то есть мы смотрим как будет развиваться ситуация в поднебесной будет ли она демонстрировать какие-то признаки улучшения или по крайней мере замедления снижения соответственно дальше мы будем наблюдать за ценами на сырье да что будет происходить с нефтью в частности золотом кстати по золоту какие вариации что у нас что мы можем ожидать золото на мой взгляд золото будет дальше снижаться но все-таки у золота есть также определенная спекулятивная составляющая если же будут определенные негативные сигналы негативные сигналы в пользу экономики сша и в пользу китая то в рамках спекулятивной торговли можно ожидать определенный отскок и даже некоторый боковик то есть участники рынка будут ожидать что можно дальше предвидеть какие будут дальнейшие новости и на которых можно уже совершать сделки поэтому не исключение не исключается и определенная выжидательная позиция со стороны участников рынка но в целом и лично я ожидаю определенный тренд снижения золота даже несмотря на то что было как бы недавно коррекция по данному банковскому металлу то есть это временное или да я считаю что это временное явление и дальнейшее снижение можно ожидать пусть она будет не таким усиленным как например цены на железную руду медь никель нефть как мы уже неоднократно говорили но все-таки снижение может быть и мое мнение лучше быть осторожным если вы покупаете золото безусловно если а тем более если вы покупаете его в целях скажем так сбережение своего капитала да и я хочу еще отметить что золото сейчас уже не служит тем активом сбережения которые служил например 1010 а в прошлом году дело в том что в чем хранить в чем хранить да я считаю что ближайшее время можно и в долларе похоронить потому что все таки больше положительных сигналов именно в экономике сша и в частности вот на долларе сша то есть он кажется более надежная валюта ну и раз вы вспомнили про экономику сша соответственно еще одним фактором на который нам нужно обратить внимание это ставка феррс доставка феррс хорошо и давайте в заключении тогда ваши скажем так среднесрочный прогноз ну опять-таки среднесрочный прогноз это до конца 2015 года его даже можно назвать больше краткосрочный прогноз по российскому рублю российский рубль будет терять против доллара сша и не исключено что до конца того года рубль может достичь порядка 70 может даже 75 рублей вот так да такая ситуация поскольку здесь идет прямая зависимость с ценами на нефть а известно что цены на нефть будут дальше снижаться поэтому есть к этому определенные предпосылки об этом уже как ожидается что так ожидаются да так же посмотрим спасибо богдан я напоминаю что в сегодняшней передаче мы обсуждали про риски для мировой финансовой системы для мировой экономики на четвертый квартал квартал 2015 года у меня в гостях был богдан заруцкий тайкон это аналитики эксперт академии фиба групп я очень надеюсь что сегодня мы хоть немножечко но прояснили ситуацию которая нас ожидает в частности по основным рискам для мировой финансовой системы я напомню что в следующей передаче мы будем разговаривать про экономику казахстана достаточно много было скажем так обращений с тем чтобы мы поговорили именно про экономику казахстана частности про курс казахского тенге то есть соответственно смотрите следующий выпуск будет интересно я всем желаю хороших и удачных сделок зарабатывать